Всем здравствуйте, это канал KGMA, с вами Анатолий Ким. И сегодня у меня насыщенные выходные, на этой неделе меня ожидают, это Найзер 68. Также ринг 20 октября, суббота, воскресенье насыщенный, 20 я выезжаю в город Янчон, где буду смотреть, сегодня приобрел билеты, где буду смотреть местные южнокорейские лиги, где я сейчас проживаю, в городе Янчон, где буду драться боец, которого я брал в интервью, Игорь Ким, при лимах дерется, но также не знал, что посмотрел полный карт, что дерутся и другие представители из СНГ, также дерется представитель России, Максим Михеев, который дрался в лиге хардкор, также представитель Казахстана дерется, который выступал в таких лигах, как 1FC, Найза, Булат, так что 2-3 бойца из СНГ, за них я притоплю и ради них я приобрел билеты, еду и буду газовать, чтобы ребята выиграли, болеть за своих, также посмотреть интересные поединки, посмотреть вообще в целом, как ММА в Южной Корее развита, потому что в Узбекистане уже был, в Ташкенте смотрел, как узбецкие, казахстанские, кыргызские бойцы делаются, теперь посмотрим уровень южнокорейских, японских бойцов в Азии в целом, но также хотелось заострить свое внимание на 19 октября, суббота, город Караганда, где главный бой фаниль графиков против Мухаммеда Персидского, Дагестанских бойцов, бойца Попен Мэй, профессионального бойца, также свой главный бой вечера, это Мирлан Сарлапов против Гасанова, два представителя разных клубов, это Тубик Топтим, Орлан Протим, Орлана и Мэй, город Кустанай, они уже должны как бы, эти команды были столкнуться, но побед снялся, так что вот теперь вот такой заочный противстань, Мирлан против Гасанова, оба сейчас на хорошем ходу в Найзе, победитель этого боя получит шанс сразиться за титул легкого веса в Найзе, которым сейчас владеет один из, получается, который команду возглавлял, боец легкого веса, Кэмп Риалити, также финалисты Кэмп Риалити, Дируцево, два очень крутых бойца, один представитель Казахстана, другой представитель России, также участник этого же Кэмп Риалити Хазрат Шарипов по прозвищу Ронни, о котором я узнал из лиги для юниоров JFC Pride, он вот будет драться, получается, он непобежденный рекорд профессионал 2-0 против бойца из Узбекистана, Адыла Шакирова, Шарипов, Хазрат против представителя, получается, с моей родины, боец, который участвовал в гран-при Орлан ММА против Нурбатыр, где вырубил Малика, бойца из Кустана, представителя Орлана ММА, но тогда, получается, Малик вообще вылетел на короткую милену, так что интересное противостояние, два крутых бойца, что Роннин, что Шакар, очень крутые поединки ожидают, здесь я, конечно, по всему уже не землякам, но здесь за таджикского бойца я о нем лучше знаю, и давно слежу за Хазрата, Хазрат Таджикистон Бепеш, так что жду его победы. Также Амирлан, Сарлапов, Гасанов, если разбирать поединок, при всем уже нет, то бед, то бьет, тиму, но я вижу, что у Гасанова нет шансов против Тариму Арнапу, здесь я вижу победу только от Амирлана Сарлапова, но все может случиться, но здесь я за Амирлана Сарлапова, Орлан ММА, вперед, ребят, Кустанай. Также главный бой вечеря Фанила Рафиков против Мухаммеда Персидского Дагестанца Хейбати, здесь я при всем уже не Фанилю, я верю в победу Фаниля, но не умоляюсь за вслух, здесь бой очень равный, хоть и Мухаммед сейчас на таком спаде проигрывает, но недооценивают бойца, который приедет из России в Караганду, просто отбывать номер свои деньги, я не думаю, что они покажут зрелищину бой Фаниль, недавно разобрался с Наримановым Басовым, который был чемпионом много лет в Файт-Найсе, так что очень интригующее противостояние ждет, так что здесь я, конечно, отдаю Фанилю, предпочтение Фанилю, вперед, ГАЗ. Вот так в целом, 19-е, 20-е, ребята, не пропускаем, у кого есть возможность, смотрите, я буду смотреть на ИЗУ удаленно, куплю по трансляции на ИЗУ ТВ, есть сайт, так что вот. А 20-го выезжаю в город Инчон и будем болеть за Игоря, за Максима и Булата. Удачи! Всем удачи, дорогая аудитория, занимайтесь СММ и будьте здоровы!